Игорь Стрелков События в нынешней Российской Федерации напоминают события Российской империи в 100-летней давности, ровно в 100-летней давности, крах Российской империи в ходе Первой мировой войны. Я, как историк, могу добавить, что в марте 2016 года состоялся съезд промышленников и общественных союзов тогдашнего бизнеса ровно за год до начала февральской революции практически с требованием вообще отнять у правительства функции снабжения страны продовольствием, передать их в руки общественных структур. Почему? Потому что дезорганизация на транспорте возрастала в Российской империи в 2015-2016 году, что, в общем, и привело, в конце концов, к тому самому взрыву. Вот сейчас фактически в Российской Федерации с сопоставлением ровно на 100 лет тоже развивается транспортный кризис. Он совпадает с той самой платонизацией сведения вот этого платоновского квазиналога на грузовые автоперевозки. Что же действительно происходит? Что это за платонизация? Об этом мы беседуем с экономистом Владиславом Жуковским. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Максим. Да, вот действительно, ситуация парадоксальная, парадоксальная. Они сами, тогда в Российской империи был железнодорожный транспорт, а сейчас на автодорогах фактически устраивается дезорганизация транспортная. Ну, Максим, нас государство, знаете, как бы старый анекдот, наша милиция нас бережет, сначала посадит, потом стережет. Теперь новый появился у нас анекдот, что наше российское доблестное государство любит всех нас, и тем более оно любит дальнобойщиков, но какой-то странно извращенной платонической любовью. Поэтому оно нас любит, но, знаете, бьет, насилует, грабит, выворачивает карманы, вытягивает, уже с баранов уже шкуру сняли, уже кожу сняли, уже мясца отрезают. Скоро вот пока жилы вытягивать не начнут, народ, собственно говоря, не очнется. И, видимо, дальнобойщики первые поняли, к кому начали залезать уже под мясо к жилам ближе. Поэтому процесс идет полным ходом. Сейчас же странная картина, что при падении вообще спроса на перевозки, экономика падает, и цены на перевозки сейчас полезли вверх. Казалось бы, наоборот, должно быть. Максим, совершенно верно. У нас же экономика псевдорыночная, псевдолиберальная, как, собственно говоря, задумывали все товарищи реформаторы, типа Чубайсов, Гайдаров, Кохов, Черномырдиных, и же с ними вся эта команда, да, там батальона Гайдар, действительно, вот я развенчаю миф, что, знаете, говорят, ребят, да ведь ничего же страшного нет, ведь, ну подумаешь, Платон, подумаешь, там по третьему кругу обшкурят, обшкурят там бедных дальнобойщиков, но подумаешь, сцены выросут, как сказал там байкер-то известный из «Ночных волков», что, ребята, в стране, говорит, кризис, да, говорит, налог несправедливый, да, не нужно, социально неоправданный, да, и опасный, да, но надо, говорит, терпеть, надо скинуться на поддержку, собственно говоря, там Ротенбергов, чем из их, потому что страна-то переживает избыточные расходы и говорит, скоро, глядишь, индустриализация начнется. Так вот, спешу вас разочаривать, товарищи, у нас не индустриализация начнется, не вставание с колен, не подъем реального сектора, а начнется обрушение транспортной инфраструктуры и транспортный коллапс. У нас паралич начинаются реально все системы транспорта и логистики. По итогам первых десяти месяцев этого года, официальные данные Росстата, привожу, которые никто не озвучивает ни на каких федеральных каналах, у нас с января по октябрь год к году падение грузооборота на транспорте, как нам говорят, 0,5%. Святая истина, вторая цифра. По автомобильным перевозкам падение уже около 6%. То есть то, что в целом по грузоперевозкам в тоннах километрах спада почти нет, вызвалось тем, что у нас немножко рост по трубопроводной системе и рост по морским перевозкам почти в полтора раза. Ну там 25% по 9-10 месяцам. Еще раз, самое главное, по автомобильным перевозкам, которые наиболее рентабельны, экономически целесообразны и удобны. От двери до двери. От двери до двери при перевозках от 0 до 500, максимум 1000 километров. Это почти весь малый и средний бизнес, почти вся обработка и переработка сырья и добавленная стоимость. Вот здесь спад в тоннах километрах уже на 6%. Дальше смотрим цифру по именно грузовым отправлениям, то есть чисто в тоннах, без километража. Уже сейчас в России объем отправок грузов упал в среднем по стране на 6%. По автомобильному транспорту у нас спадает более чем на 9%. То есть объем грузов, которые отправляются в тоннах, именно по автомобильному транспорту уже спад на 9%. Особенно сильное ускорение пошло по октябрю месяцу. И это неудивительно, потому что, о чем надо понимать, у нас в стране кризис, платежеспособность спроса населения падает. И переложить, собственно говоря, дополнительные издержки и избыточные косты на население не получается. Поэтому, с одной стороны, мы видим, что у нас объем рынка грузоперевозок падает. С другой стороны, количество тех фур, которые выходили в рейс и довозили продукцию, там их всего по стране 1 900 000 штук. Но из-за того, что платоном оборудовано всего лишь 200 000, формально почти 150-200 000 автомобилей, реально этих фур все меньше, они боятся идти в рейс. В итоге, количество предложений сокращается на рынке транспортных услуг, ценник растет. И мы получаем рост издержек, рост отпускных цен, удорожание всего и вся на падающем платежеспособном спросе. То есть, это на самом деле, это там даже не дефляция, это уже такая нормальная, галлопирующая инфляция с обвалом в реальном секторе, с обвалом в покупательной активности, способности населения. Поэтому, вот эти вещи надо понимать, говорить, что ничего страшного нет, мы переживем. Да, мы переживем, но еще раз я повторяю, что погибнет огромное количество индивидуальных предпринимателей в этой сфере, плюс все будет дорогим. А РЖД, видимо, с моей точки зрения, реально один из главных бенефициаров, потому что потом говорят, ну, вообще, это уже нонсенс возить товары по дорогам, давайте грузить их там на РЖД и возить по локомотивам. Ребят, ну, у меня, простите, привезут вам, условно говоря, там, с Краснодара зерна там в Москву, там, в сортировочный пункт, там, в отгрузку, а дальше-то что с этим зерном делать, что с этим хлебом вы делать-то будете? Не вот, что нужно довезти-то до магазина, вы же не пойдете в магазин на склад в РЖД. Его надо сначала привезти, складировать, фасовка, упаковка, транспортировать до магазина и положить на полку. Владислав, зачем ты довез зерно до узловой станции? А потом с лопатой корнедоселения, как блинами, да, погрузите, пожуйте? Я хочу напомнить, что даже в Царской России, где все-таки был железнодорожный транспорт, еще не было отпор, все-таки был еще гужевой транспорт, который растаскивал грузы с узловых станций. Это логистика, логистика крупная, крупно сортировочно, да, когда крупными тоннажами везет именно там из одной части страны, там из Дальнего Востока до Москвы, там где-либо где-то под Москвой, потом распределение по крупным там торгово-распределительным, складским распределительным сетям и центрам, это понятное дело, но вот этого-то нет на самом деле. Нам говорят, давайте мы не будем возить, возите РЖД. Ну, ребят, а вы в магазин будете ходить к РЖД, что ли, там склады? Ну, каждому магазину разве подтянешь железную дорогу? Конечно, конечно. В Москве будет золотой по 500 рублей. И получается, что нам считают, как, ну, мы ввели Платон и на перевозке только конечного продукта до магазина. Со складом в магазин, да? Если брать тот же хлеб, ты должен возить, соответственно, ты должен зерно привезти, естественно, на элеватор, с элеватора на мельницу, с мельницы муку на хлебозавод, с хлеба на хлебозавод еще кое-что привезти, растительное масло, сахар и прочее, прочее, и только потом до магазина. И получается, что Платон налог, или квазиналог, он удавкой все. И в конечном итоге не одна у тебя перевозка, а десятки на обухарку хлеба. Конечно, потому что, как минимум, есть же, как мы прекрасно поймем, есть производство непосредственно товара, а там еще огромное количество вещей, потому что, по-моему, к производству того же самого зерна необходимо привезти еще было топливо, привезти необходимую сельхозтехнику, необходимо привезти, собственно говоря, ваших, там, не знаю, там, все, что вы привозите для производства непосредственно зерна для уворачивания, там, удобрения, там, ядохимикат, ну, чего угодно, да? Технику, комбайн, ну, чего угодно, да? Да, да, плюс оттуда вы идете в переработку, потом транспортировка, складская там логистика, упаковка, фасовка, поставка там на склад, в сеть непосредственно. Поэтому реально здесь мультиплицирующий эффект, который друг друга умножает, как прекрасно знают финансисты, по правилу сложных процентов. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 процент на определенном промежутке времени в 50, там, временных вредов, там, в ТВ равном 50, получите, там, не 50 процентов, а все 100-150, потому что это происходит мультиплицирующий эффект роста издержек по стране. Поэтому, как бы, вот это повышение введения платежа по платону, на самом деле, оно ударит очень больно по всем, и минимальные, там, вот, моя, по крайней мере, оценка того, что можно посчитать, и то, что, там, считали в Деловой России, там, и в Академию, некоторые институты, ну, вот, рост от 10 до 25 процентов. Никто, ни одна, ни один агент Госдепа, никакой, опять, тай, колонны саботажники, никакой, там, Канарис с его Адвером не мог нанести большего удара по экономике Российской Федерации, чем наши верхи с приближенными Ротенбергами и Чемизами, которые одним ударом сейчас нам обеспечили транспортный колледж. То есть, фактически, повторение ситуации Российской империи 1915-16 годов. Вообще, вот, по общению с дальнобойщиками, на самом деле, сейчас под угрозой срыва поставок от 30 до 45 процентов всей товарной массы, которую мы потребляем именно в магазинах продукты питания, медикаменты, фармацевтика, бытовая техника, электроника, да. Первое, значит, крупные компании торговые, там, крупные федеральные торговые сети, у которых есть свой автопарк, типа Магнита, там, X5, RTL Group, Пятерочка, прочее, прочее, они сейчас могут подстроиться, у них есть эффект масштаба производства, они могут эти издержки покрыть, там, повысив немножко, там, себе издержки, но приложив это все как-то там, сократив свою маржу, они переживут этот коллапс, да, эту проблему, но реально сейчас у нас под ударом до 35 процентов товарных поставок, и поэтому, как бы, с учетом того, что падает количество предложения по перевозке, растет ценник, я думаю, что реально мы получим очень сильный рост цен уже, во-первых, в декабре месяца, второй половине ближе к новогодним праздникам, плюс январь-февраль, только из-за платона, плюс наложится эффект от девальвации рубля, рубль уже упал с 62 на 68 рублей за доллар, кстати говоря, мы и в этой студии говорили, что 65-62 рубля за доллар покупаем валюту, уходим с рубля, потому что высший шанс увидеть 75-85 рублей за доллар, чем 55-57, то, что прогноз пока реализуется и будет, судя по всему, реализован, и в январе-феврале, я боюсь, что действительно у нас будет и нефть ниже 40 по 32-30 доллара за баррель, и рублик сильно упадет, там до 75-85 рублей за доллар, и скачок цен на продовольствие, на все импортируемые товары, удорожание всех, рост всех базовых издержек производства, плюс платон, плюс кадастровая оценка недвижимости, плюс повышение процентной ставки центробанком наверняка будет, либо просто рост рыночных процентных ставок, даже без центробанка дорогой кредит, удорожание комплектующих, и в итоге январь, февраль, март, вот такой прямо в космос сценник уходит на все продукты питания, и что творят чиновники, как бы, ну вот, знаете, президент говорил, Аллах только знает, что происходит, ну вот, я не знаю, там, Аллах их там, либо свой там у них, это Господь Бог может быть Мамона, то есть мы не знаем, чем занимаются эти сектанты, кому преклоняются, перед кем поклоняются, да, поэтому я думаю, что у нас январь-февраль будет веселой, уложенка для наших зрителей, то есть получается, что нейтронная бомба Платон, транспортная бомба, это только начало, это первый удар, а дальше вырисовывается страшный первый квартал 2016 года, с возможностью девальвации, а если девальвация, это рост, соответственно, курса доллара, а это, как тот же Глазев показывал, это одна из причин инфляции, сколько мы на импорте зависим, от импорта зависим, сколько комплектующих, получается, что это начало, то есть Платон, это детонатор большего взрыва. Вы знаете, просто есть пороховая бочка, знаете, есть пороховой ангар, в него все чиновники, все олигархи, все клептаманы, все воры по ложечке несли, несли, несли пороха, доносили, 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 и вставляли по фитильку, и тут подъезжают ребята, чем из Аверденбергов, встыкают огромный фитиль, вбахивают еще там две цистерны, факел, плюс еще пороха досыпают, и загорается, и это понятно, что, понимаете, вот все люди, кто работают на финансовых рынках, прекрасно понятут эту простую вещь, что никогда одна единственная новость, либо один фактор не двигает рынок, точно так же, как никогда, ни в одной авиакатастрофе, нет одного ключевого фактора катастрофы, всегда есть стечение обстоятельств, там плохо подготовленный экипаж, отключившись, какая-нибудь система, там, да, там, радар какой-нибудь, там, замера, там, высоты, что-нибудь сбилось, всегда есть 5-7 причин факторов, вот когда эта волна друг на друга нахлестывается, как в прошлом году, уход с валютного рынка Центробанка, вливание 6 триллионов рублей бесконтрольно в банковскую систему для рефинансирования банков, отсутствие валютного регулирования контроля, что все деньги государства потекли на покупку валюты, плюс введение контрсанкций против Европы, плюс удорожание, повышение тарифов, естественных монополий, рост цен на ГСМ, когда все это наслаивается, и когда вот в одной точке происходит пересечение векторов многих синусоид, происходит просто цепная реакция и мегаволна. Знаете, вот есть такая теория, как бы, про которую спорят многие там корабельщики, там, и ученые, может ли возникнуть там в идеально прямом, знаете, вот при Штили в море, в океане, мега-цунами, мегаволна. Как бы никто не знает, может, не может, но в России наложение волн по вектору элементарно приводит к мега-цунами. Поэтому еще раз, сентябрь, октябрь и сентябрь были мега-затишем на рынках, ноябрь, начало болтанки, декабрь падаем дальше, январь, февраль, боюсь, что будут сильнейшие потрясения, ситуация никем не контролируется, и Платон, на самом деле, это просто детонатор, который может, в который вывыплются, может весь народный протест за все. Ну, это как взмах крыльев бабочки, по синергетике, может, звезать тайфун. Тут не бабочка махнула, тут птеродактиль, тут птеродактиль. Тут ротенбергеногадель, как говорится, здесь куча навозов, товарищи. У нас был бабочки, да, то ротенбергеногадель, конечно, бабушка получит. Поэтому правильно, еще раз, рост цен, рост инфляции, ускорение месячной инфляции с 0,6 до 1,5-2%, Центробанк на этом фоне скажет, ребята, инфляция растет, мы будем бороться с ростом цен на кабачки, на помидоры, на огурцы, затягиванием гаек, обескроливанием экономики, процентные ставки в небо. У нас уже сейчас процентные ставки на долговом рынке растут, причем растут так, что у нас по коротким бумагам, которые отражают степень риска в экономике, они растут и превысили доходность по долгосрочным гособлигациям. Это так называемая процентная инверсия на долговом и финансовом рынках. То есть у нас сегодня долговой рынок стоит в жесткую рецессию и кризис в российской экономике. Причем разрыв максимальный за последние 7 месяцев. То есть мы возвращаемся по долговому рынку где-то в состоянии марта, февраля, вот этого года, 15-го года. Поэтому спад будет усугубляться, выхода из кризиса нет, дана никакого нет. Копать, закапываться, стучать, уходить к шахтерам, искать марянский желоб, марянскую впадину. Это на ваше усмотрение. Тогда мы можем как аналитики уже, как промозговики, сделать некоторые свои прогнозы, Владислав, если мы подпадем к некому результирующему. То есть бомбу взорвали, экономику ввергли в штопор. Сейчас с гибелью дальнобойщиков исчезнут рабочие места на Северном Кавказе. Туда придет ИГИЛ. ИГИЛ придет... Исламизация, радикализм. Не в смысле того, что из Сирии приедут танки и эти орды. Просто там появятся вербовщики, и там излечить... А какая у нас норма безработицы по Северному Кавказу? Примерно 15-25-35-40%. Там и Дагестан, и Гушетия, разные регионы. Поэтому понятно, что население и без того живет на 15-20 тысяч рублей. В лучшем случае это уже нормальная зарплата считается абсолютно, так сказать, хорошо кушающая в три горла проместная тусовка. Плюс отсутствие рабочих мест, спад и кризис в промышленности. Огромное количество имиджевых проектов с какими-то чудесными многомиллиардными фонтанами, которые в рот не положишь, не поешь, население не накормишь. Плюс удар по дальнобойщикам, которые реально составляют по разным оценкам сотни тысяч человек этим занимались. Поэтому вот вам замечательная база для вербовки, для революционных действий, для подрывного действия против страны. Вот, собственно говоря, к чему приводит маразм в экономической политике. Кавказ начинает превращаться в еще один пороховой погреб. Дальше в первом квартале будет настолько страшная экономическая пике, что Владимир Путин будет вынужден пойти на чрезвычайный режим управления. Или не решится, то есть, либо он решится, либо не решится на это. Но это мне напоминает обстановку второй половины 90-го года при Горбачеве, когда все уже кричали в воде чрезвычайный режим управления. Если с нынешним качеством госаппарата вводится режим чрезвычайного управления, то есть воровство утраивается, некомпетентность умножается, экономика еще больше. Система закрыта, система не конкурентна, не контролируется ни займи, нет общественного контроля, думского контроля. Получая сверхполномочия, сверхрегалий и сверхправа, эта система начинает просто грабить, крушить, отнимать собственность, заниматься силовым рэкетом в погонах у всех, кто попался на пути. Поэтому это будет опричнено в худшем виде, собственно говоря, со знаком минус, которая задает страну еще больше катастрофы. И еще... Что мы хотим, если на послание президента приглашают не Калашникова, не Жуковского, не Катасонова, не Бабкина, но там сидит Залдостанов, этот самый байкер. Хотя бы шапочку бы снял по русскому обычаю, как говорится, или постирали бы хотя бы. Но в стране Залдостания, видимо, нет таких обычаев. То есть мы сейчас, страна подходит. Или знаете, вот если уж, прошу прощения, если уж так заниматься цинизмом, и вот вроде как давайте, вот он призвал Залдостанов, дальнобойщики, будьте мужиками, не будьте бабами, не будьте агентами ГУЗДЕПа. Затяните пояса в России сложный период. Вот да, неправильный, не социально несправедливый, ужасный сбор Платон, но нам же надо сплотиться. Не вопрос, отдайте свои земли, которые вы получили там где-то в Крыму, там вот возле какой-то горы. Мотоциклы отдайте. Мотоциклы отдайте. Мотоциклы отдайте. Отдайте тот грант, который вы получили через администрацию президентов там в миллиону рублей. Помогите, ребята, придите им хоть доширака правящие партии и прочие там органы и члены, да? Вот, но вот зато учить жить людей, которые работают там за 50-60 тысяч рублей, и потом надо их кормить свои семьи. Бездельники, бездельники. Да, и которые сейчас мерзнутся в химках там либо в люберсах. Вот замечательно. Я думаю, что если водилы предпочту затянуть пояс, то на шее таких бездельников, которые ничего не производят. Я боюсь, я еще одно боюсь, что в таком экономическом пике, в усугубленном, чрезвычайке, вынужденной, начнут распадаться и силовые органы. Потому что все, невозможно будет обеспечить финансирование армии, милиции, полиции, следственного комитета, ФСБ. Придется у кого-то отнимать, а народ будет уже разозлен. И самый страшный момент для российской делации распад. И ребята выйдут на прокурму, потому что это было в 90-е годы, дали ствол и умей крутиться, как говорится. Возвращусь зарплату в мире, и зарплату. Я думал, так сам как-нибудь набарыжишь. Поэтому реально нужно понимать, что сейчас со стороны, к сожалению, нет, в правоохранительных органах есть замечательные люди, их даже лично знаю, есть очень хорошие ребята. Честные, порядочные, но как система, это именно система поборов, угнетений и реально откат на коррупционной экономике распилов, откатов и заносов наша экономика. Поэтому сейчас будет всплеск заказных дел, всплеск посадок, всплеск проверок, всплеск до начисления налогов, всплеск судебных дел, перераспределение активов, посадок, заказухи. Поэтому к этому готовятся по всем регионам, мы уже где были, там ездим из Димы Потапенко, ездили с другими предпринимателями, что, ребята, готовьтесь к тому, чтобы вашего паспорта, вашего имени и фамилии, либо ваших родственников не было ни в одном ООО. Ни в одной компании вы не должны вообще светиться перекрестном владении компаниями, где нету, там, компания А получает компанию Б, компания Б получает компанию А, и вы исчезаете, как владелец, как генеральный директор. Ни одной подписи. Ни одной подписи, потому что, еще раз, людей будут брать за живое, если ваши дети, там, сыновья, жена где-то числятся владельцем, либо даже директором, поверьте, если вас захотят взять, а вас в любом случае захотят взять, если вы не имеете ксивы там Единой России, либо даже имеете ксивы Единой России, но ваш бизнес понравился кому-то чуть-чуть повыше, у кого полкруче федеральная покрышка, либо региональная покрышка, да, это крышевание, вот от этого уходить максимально, максимально нигде не светиться. Пройден тот период, когда вам 25 лет, 20 лет, и вы хотели перед девчонками выпендриться, что вы генеральный директор, президент какой-то псевдокомпании. Не надо этого делать, спокойненько, тихонечко, номинальные держатели, номинальные собственники, непонятно какие директора, вы занимаетесь своим делом, и разбивка всех компаний, как всегда, как говорится, там на 4-5 частей, отдельная компания под, собственно говоря, операционную деятельность, отдельная компания под инвестиции, под закупки, под финансы, отдельная компания под работу с персоналом, потому что, как бы сейчас, с точки зрения то, как зажимают там региональные пенсионные фонды, это, конечно, ужас, и создавать под отдельные разные операционные цели отдельные компании, чтобы, если вас где-то закрывают, бизнес не был парализован. Это очень важно. Да, это, да, действительно, это очень важно. Но самое страшное. Если уж власть объявила войну населению, здравому смыслу, малому бизнесу, частной собственности, эти псевдолибералы, псевдолиничные реформаторы, то партизанщина, ребят, сори, партизанщина с точки зрения того, чтобы сохранить свой карман и просто не быть сильным. А я вижу еще одну угрозу, дорогие друзья, что просто бюджетных, идет перепроизводство волков, охотников, ну, из силового... А овец-то меньше, а овец-то меньше, овец-то искудали. Волки вцепятся друг в друга, не хватает бюджета, и часть силовых структур начнет переходить в ту сторону региональных, князьков, и это частью силовых структур не пойдет в случае начала событий за президента. Это действительно очень опасно. Я еще хочу просто дополнить по поводу дальнобойщиков. На самом деле самая главная простую вещь, что там, ребята дальнобойщики, кто смотрит, у вас очень сложная ситуация, там, помимо дела, холод, голод, запугивание, согнанные автозаки в Химках, я там сам просто рядом часто бываю, вчера там был, и... То есть я обычно живу в Куркино, поэтому я знаю, о чем идет речь и вижу что происходит автозаки запугивание а давление прослушки угрозы разговоры с утра спрашиваю будете заниматься одну простую вещь что вот в этой ситуации есть только один компромисс компромисс идти до конца и никакого компромисса с этими вот с этими людьми которые сейчас впаривают вам и всем нам по большому счету полтон они сначала нагнут вас они съедят вас после вас они возьмутся за то наш три с половиной 12 тонн за газельки за мелкие фуры за потом придут на автомобилистов потом перейдут на велосипедистов потом на самокаты потом ролики в коньке потом коляски чтобы все коляска же тоже знаете катается по улице наш там песочек она же смешивает снег с покрытием поэтому она что его разрушает поэтому еще раз как бы вот вот здесь стоять до конца не соглашаться ни на какие уступки с точки зрения субсидий переходного периода льготных цен на оборудование там там ста кратного снижения от штрафов там с 500 до 5000 рублей с миллиона до десяти тысяч рублей при повторном нарушении вот стоять до конца больше как только хомячки войдут клетку к волкам и к тиграм тигров конечно покормят полгодика годик мясом с руки до владельца этого зоопарка но через год ребята ссоре у нас мясо кончилось вот вам хомячки там зайчики кролики вы там с ними сами разберитесь как-то там желательно мирно так вот-вот по-быстрому и без крови сильно прям целиком искушайте здесь вам сегодня поставят рубль либо вообще там ноль тариф за проездку по платону через год полтора потом два с половиной три с половиной 375 потом 4 5 10 далее везде здесь конца не будет нельзя запустить сам прецедент не должно быть создана система которая потом позволит втихаря вас и нас всех дружно грабить и по большому счету ну к сожалению нагибать да пытая вытягивать деньги из нашего кармана поэтому здесь на стоять до конца этого не бояться как бы вас поддерживает огромное количество людей и автомобилистов и малый бизнес и розницы и потребители просто как бы по возможности все заниматься пропагандой пиаром но как бы вот надо здесь стать как только будет компромисс задний ход автоматически мы уже сейчас видим как вас там всех дальнобойщиков сливать что не пятая колонна что там уже появляются разного рода ребята из псевдо либероидные тусовки белоленточники что на федеральный каналам это очень выгодно потому что чтобы дальнобойщик это ребят хорошие но не такие глупенькие у них образования это нет они же не понимают как в темную барак обама используют там ангела меркель там цру массат ми-6 да и их то хотят по ложному пути пустить поэтому выгоднее ведитесь много с вами как-нибудь урегулируем главное вот слить весь протест опять вот это вот русло как это было в 2011-2012 года когда домашняя заготовленная удобная псевдо либеральная позиция была выдана на передний край чтобы слить весь протест улице после эффективных псевдо голосования все до выборов там думы и президента 11-го года поэтому я бы здесь на самом деле вот задача просто до конца просто не сдаваться понятно дело что страшно понятно дело что автозаки стоят для запугивания но как мне кажется здесь кто первый форсанет кто первые а гаечкой ключикой гаечным ключом перетянет ту гайку как только начнутся посадки и реально вот разгон дальнобойщиков я боюсь что вот это будет знаете лавинообразный сход огромной массы снега да то есть как бы вот кто первый сейчас пойдет если дальнобойщики на уступке то они сольются если власть начнет крутить гайки и сажать их в автозаки и вести там овд власти реально потеряет контроль и реально на поддержку дальнобой выйдет уже огромное количество людей поэтому здесь как бы надо просто ездить улиткам перекрывать трассы требовать жестко отмены платона как такового эта проблема сына рутенберга и чемизова что ребята хотят заработать денег там говорит даже не просто заработать денег а срубить бабла на обшкуривание в третий раз всех нас мы уже сегодня говорил эту цифру 5 6 рублей платим акцизов бензин за литр того что употребляем топлива на автозаправке 65 процентов всей цены на бензин это в чистом виде налоги ндп и акцизы ндс и налоги на прибыль ндфл и прочее прочее там лабуда то есть из 36 рублей на за литр бензина на из с мы платим сегодня 22 рубля только государству в карман хотя извините меня по конституции все природные недра это достояние народа чего ради мы должны платить за то вот вот даже объясните смысл акциза зачем платить за то что кто-то и на нпз из бензина из нефти сделал бензин с чего вы платите из нефти переработку бензина высоте более высокий передел как бы вы то есть мы акцизом платим за одно и то же мы платим потом сбором за автотранспорт по лошадкам который на самом деле бьет в пять раз больнее по дальнобойщикам акциз средняя фура заправляется там не на 3000 рублей а там 8 10 12 тысяч рублей заправка происходит фуры поэтому они и так платят в 5 6 раз больше разговора о том что вы разрушаете федеральные трассы ребят во первых нормальная трасса сделанная по госту по всем регламентам который не заливается в октябре в ноябре она несет на одну ось там по 12 тонн спокойно можно перемещать до 30 40 тонн по трассе пускай там даже двадцатку да если ее не воровать не пилить делать по жестким требованиям эти трассы пригодны для эксплуатации по ним можно ездить просто это в чисто виде воровство и коррупцию уже ясен там было потом если есть перегруз перегруза перегруз штрафовать для перегруза есть мобильные системы взвешивания фустроена но есть конечно это может совать но за проезд по трассе так давайте с кроссовок брать сошлепаться пожать зимой теоретически мы можно с валенков либо там брать зимние оба потому что она тоже ради снимать верхний слой скептички палочка она знаете как копает а палка-копалка госдеповская она же разрушена все федеральные трассы летом когда вы знаете мы же его тоже идем скажем там катаемся на велосипедах летом он же при высокой температуре он же вот есть же вот снятие более мягкого полотна то здесь мы можем далеко дать и играть как фильме было давайте ведем сбор а подать на слезы не год зачем тебе на слезы по это же элементарно ты подать на слезы вёл деньги получаешь народ расстроился народ снова плачет у него истерика больше слез больше подать иди замкнутый круг поэтому вот не дай бог чиновник видит программу ведь догадаются про слезы ну в общем на воздух тоже как-то называл чайка по имени джонатон левинстон да да бабочка по имени игорь рутенберг бабочка в царадоксе взмакнул крыльями действительно получается что мы идем сейчас выше на критический момент нашей истории очень очень неприятные события могут случиться в 2016 году страна десна входит из экономического в политический кризис и обстановка очень напоминает обстановку российской перри именно ровно в 100 летней давности к семнадцатому году вот и что еще на рядом с да и что ж теперь борьба за платон это борьба за за всех нас это за здравый смысл за наш карман за наш уровень жизни за отказ от этой коррупционной маразматической откровенно деградационной вообще экономической политики и попыток всегда залезть карман всем чтобы поддержать молодых юных дарований бизнесменов чиновников что ж друзья мои я думаю что нам имеет смысл потребовать отставки просто а я бы честно говоря предложил бы президенту путину чтобы не было плохих бояр просто самому вас будет стать президентом не только президентом и премьером возглавить правительству взят на себя командирик должен отвечать за все как ельцин свое время взял стал и премьером президентом начале девяносто второго года у ельцина плохо получилось плохо кофе как говорится нам же говорят что что владимир владимирович крут надо проверить шанс показать свою таскать государственные таланты тем не менее бабочка по имени ротенберг уже взмахнула крыльями и события пошли дальше по цепочке синергетической ждите продолжение в том числе наших передач спасибо владислав до свидетельствующих дорогие все доброго до свидетельства